а вы откуда будете? в какой области или города? я в Канаде живу а вот наши иммигранты наши разбросаны по миру да вообще русские, русские из Харькова ага, но я вижу и сейчас вы в России это у меня VPN где где? VPN 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 fast geolocation но VPN это не знаю что такое VPN это подставная геолокация где живете в Канаде? как будет по-русски? Канада Канада по-русски Канада по-английски Канада и мой дядя тоже игрировал в Торонто я тоже в Торонто живу но там больше 39 когда началась война в Югославии я начал я понял тогда 30 лет я поменьше я 13 лет да ну это молодец русские неплохо знают бойко по-русски я просто увлекаюсь русским языком это как хобби поэтому зашел сюда поболтать с кем-нибудь а сам боснеец сам что что? по-это по-по-это по-это по-это боснеец боснец я серб серб то есть ты и сердце краины республика сербска да я понял но все было молодцы наши брону Что об Украине думаешь? Мизера силу. Молодец, я понял. Что думаешь об Украине, каково ее будущее? Нет будущего. Украина будет раздробнена на куски. Ну это тоже будущее, это нормальное будущее. Почему нет? На куски лучше заживут. Это самый лучший вариант. Не знаю. Косово это часть терпии. Было. Я понимаю, да. А почему Косово так получилось? Как ты думаешь? Это просто Америка, а не... Нет, нет. Кто виноват изначально? Тита. Тита ошибся в том, что он позволил там селиться албанцам в большом количестве. А этого нельзя было делать. Если он хотел их принимать, албанцы, в принципе так, он должен был расселять по разным местам, а не в Косово. А он их селил только в Косово. И поэтому они составили там большинство. Такого допускать было нельзя. Максимум 30% должен было быть. А дабы с Косово не было проблем. А если он сделал 80, конечно были бы проблемы. У этого его ошибка была глобальная Тита. Американцы только воспользовались его ошибкой. Не было бы ошибки Тита и по американцам ничего не зали. Вот я думал, ты согласен? Да, да, да. Это одна из причин. Одна из причин, да? Да, ну вот тоже самое русский царь сделал 17 веке ошибку. Он позволил этим самым моноросам, будущим украинцам, селиться там на землях Слобожанчина, Донбасса. Поэтому и в Украине сейчас ситуация похожая, значит, этническая. То есть нельзя, чтобы беженцы составляли арифметическое большинство. Так нельзя делать. Максимум 30% должно быть населения. Но вот что сейчас ученицы в Евросоюзе. У них много иммигрантов. Да, да. Ну вот сейчас Евросоюз повторяет ту же самую ошибку. Но Евросоюз, он хоть немножко их в разных местах селит. Там даже в Германии они не в одном месте, не в одной земле селятся, а в разных местах. Они рассредотачиваются. Поэтому это тут меньшая у них опасность. Хотя тоже опасно. Вот столько приглашали, столько принимать этих беженцев. Нельзя столько. Нужно квоту иметь. Вот в Канаду есть квота на иммиграцию там. 600 тысяч в год. Все, больше нельзя. Ну и в Америку везде квоты есть. Как вы попали в Канаду? Ну, вот в Канаду свободная иммиграция. Если у тебя хорошее образование, хороший язык, набираешь баллы и проходишь. Это как в престижной университете. Вот моя начальница тоже иммигрировала в Канаду. Но там как там для русских климат очень похож. Похож, да. Нет, ну про Канаду климат говорить она не очень гамотная. Канада же большая страна. Канада по меридиану больше России. Самая большая страна на мире. По широте такая широта. Россия больше. Понимаешь, что такое широта меридиан? Конечно. Понимаю. Это longitude и latitude. То есть по ширине Россия самая большая, а Канада в два раза меньше. А вот по меридиану Канада самая большая. Север на юг. Какому меридиану широта? Нет, широта Россия больше. Широта это letitude. А longitude это меридиан. Вот. С полюса на полюс. С полюса на полюса. По меридиану Канада больше. Там поэтому климат меняется на севере. Там он хладее, чем на севере России, а на юге теплее. Да, да. Ньюфхалдон. Ньюфхалдон не юг. Вот Торонто, юг, а еще южнее есть. Лондон. Наш Лондон. Не европейцы. Лондон. Манитоба. Нет, Манитоба. Но это провинция, она как раз такая. Это большая провинция. Город Лондон, а потом Виндзор, самый южный город Виндзор. Там примерно как в Испании на юге. Где-то вот так. Но не в горку и течение. Горку и течение. Да, да, да. Нет, но в Европе теплее на одинаковой широте. Если братья, Нью-Йорк и Рим. Да, да. Рим. Они почти на одной. Не, не, не. Нью-Йорк южнее. На чуть-чуть, на приблизитель. Это Чикаго примерно как Рим. Да, я обычно общаюсь с географией. Ну да, очевидно. Ну, так, может, чуть-чуть южнее. Ну, понятно. А это самое... Часто бываешь там дома у себя? В Боснии? Нет, у меня сейчас... Нет, только один раз в город прихожу. Ну, понятно. Прием. У меня отец умер, мама только одна осталась. Ну, понятно. Сочувствую тебя. Так, ты там просто женился, жену нашел в Южной Африке, да? Ну, да. Вот моя дочь. А, да, красивая. Да, красивая. Мулатка. Мулатка. Красивая. Зубы, зубы очень красивые. Мулатка. На маму. А что хотел? А вы чем занимаетесь? Кто вы по профессии? А? Кто вы по профессии? Чем занимаетесь? Да, давай всех благ. Всяческого успеха всем. Всяческого успеха.